Всем привет. Меня зовут Полина. Если мы с вами уже давно знакомы, то давно не виделись. Если вы меня не знаете, то меня зовут Полина. Я достаточно часто получаю от людей вопросы в стиле, как стать уверенными. Полина, расскажи, почему и как дошла до такого уровня стопроцентного, видимо, самоуверенности. Мне, конечно, безумно приятно слышать, что я такая, знаете, confident, но так было не всегда. Сейчас я действительно очень уверена в себе. Если я и загоняюсь, то гораздо-гораздо реже, чем это было раньше, и чаще всего этот загон, он проходит достаточно быстро. Ну и, как я сказала, такое состояние было не всегда. Мне кажется, что я как-то поверила в себя и нашла себя, если так можно сказать, где-то примерно год назад. До этого я своеобразно себя чувствовала. Во-первых, начнем с того, что я была очень уверенная, мне кажется, в школе где-то класса до пятого. Насколько правдоподобно это звучит, я не знаю, но так и было. Отчетливо помню, что я иногда такие безумные вещи делала и одевалась так странно. Но я когда одевалась, я думала, я самая лучшая на этой дискотеке. Другой вопрос, что я сейчас смотрю и думаю, ну, конечно, Полина чуть-чуть переборщила. Чуть-чуть. Чтобы вы понимали, это был конкурс «А ну-ка, девочки», крайне сексистский, кстати, но опустимый, где только девочки соревновались, типа, кто самая классная. Я проиграла. Но, прошу заметить, я дошла до финала, по-моему. Возможно, это мои какие-то мечты, но я в полной уверенности, что до финала я дошла. После пятого класса все пошло немножечко в другую сторону. Во-первых, я начала больше взаимодействовать с людьми из своей школы. У меня вроде как появилась типа подруга. Я была ребенком, как любой ребенок, наверное, мне кажется, это все проходит. Думала, что у меня будет как в фильмах. Просто лучший друг на всю жизнь. Мы встретились, мы умрем вместе, мы пройдем по этому жизненному пути, держась за ручку вместе. Дети так не всегда бывает. Просто к слову. Примерно с этого момента я всегда считала себя такой девочкой на втором месте. Поэтому первый совет – это перестать ставить себя на второе место. Я всегда считала себя достаточно обычной. И из-за этого ставила себя всегда на второе место. Потому что, ну, естественно, я в пятом или какой там это был? Ну, шестой-седьмой класс, ладно. А шестой-седьмой класс – это было, по крайней мере, в моей школе время, когда все там что-то красятся, еще что-то наряжаются, каблучки, макияж. И я очень долго жила с такой стигмой, что я вообще никак, ни в коем образе не привлекательная. Я просто обычная, никому особо не интересная. И на этом, в общем-то, все. Поэтому пусть все остальные девчонки идут куда-то, берут лучшее от этой жизни. Я посижу на всех, посмотрю и буду долго рассказывать, какие у меня прекрасные друзья. Полин, что было в твоей голове, спрашивается? Непонятно. Дальше классическая история того, что Полина влюбилась в мальчика. Мальчику были интересны девочки, которых Полина ставила на первое место. Поэтому Полина сидела в пролете. Я вот так прожила где-то класса до, наверное, девятого. И примерно в девятом классе я уже начала краситься, пытаться одеваться прикольно. Не получалось, если честно. Не, ну, получалось. На тот момент мне казалось, что у меня получается. Но сейчас я, конечно, понимаю, что это вообще был не мой стиль. И я просто что-то откуда-то пыталась схватить, как-то это носить. И говоря о том возрасте, когда я пыталась что-то там откуда-то выцепить, я считаю, что тогда не я носила одежду, а одежда носила меня. А должно быть наоборот. То, что вы надеваете, должно вам помогать себя показывать с той стороны, с которой вы хотите себя показать. В десятом классе я открыла для себя прекрасную вещь, такую как макияж. Кажется, тогда я уже вела канал. У меня даже есть несколько видео, где я крашусь. На самом деле у меня много видео с макияжем. Классическая ситуация, когда ты только начинаешь краситься, ты не понимаешь, как правильно должно выглядеть твое лицо с макияжем. Ты вроде сделал себе брови, и ты смотришь на то, ровные они или нет. Хотя они априори не могут быть ровными, потому что мы все, блин, несимметричные. Но ты смотришь, они вроде очень четкие, очень темные, очень ровные. И ты такой, да, на моем белющем лице очень темные брови выглядят во. Я еще осознала, что я не могу никуда пойти без макияжа, потому что мне казалось, что без макияжа я вообще никто. Что это, кто это, ию, некрасиво. Забирайте, упаковывайте, и только с макияжем выходим на улицу. Что я сейчас об этом думаю? Я думаю, что у Полины все было очень плохо с менталочкой. Мне не нравилось и то, что у меня внутри, мне не нравилось и то, что у меня снаружи. И этому, помимо меня, способствовали люди вокруг. Поэтому мой совет, ребята, отрезаем, канцелим сразу же людей, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. В мире столько людей, а вы выбираете вот таких вот говнюков. Зачем? Непонятно. Ну и говоря о людях, после конца 11 класса я устроилась на работу. Я работала с прекрасным мальчиком, который постоянно мне говорил, что ух ты, я на тебя в инстаграме смотрела, ты там такая худая. А в жизни, извините. И я такая. Спасибо. Как долго мы с тобой подработать будем, интересно? Я уволилась через месяц или через два, я не помню. Сейчас я вообще не позволяю людям со мной так обращаться, но тогда, что было? Полина смеялась сама над собой. Третий совет. Никогда не нужно смеяться над самим собой в плохом контексте и особенно с теми людьми, которые тоже смеются над вами. Как говорится, мысли материализуются. Вы поверите в то, что вы говорите, и вам будет от этого хуже. Мне не понравилось, я не хочу больше этим заниматься. Нет, спасибо. Заберите, оставьте у себя. После того, как я уволилась, я абсолютно случайно наткнулась на видео о сыроедении. Подумала, почему бы нет? Интересно. Все было прекрасно, мне все очень нравилось, практически стала преисполненной. Я очистилась, и это продлилось два года. Я с каждым днем чувствовала себя все лучше и лучше, потому что я очень стремительно худела на сыроедении. Мне кажется, я похудела где-то килограмм на 10, и где-то к середине второго курса я весила столько, сколько я весила когда-то в восьмом классе. Но в восьмом классе из-за того, что у меня был рост меньше, я выглядела полнее. А сейчас я была очень худая, и это был, мне кажется, самый низкий вес, грубо говоря, из осознанного возраста в моей жизни. Я не могла этому не радоваться, потому что я, наконец-то, лишилась вот этой части вообще себя, из-за которой надо мной постоянно смеялись, из-за которой я всегда была той второй подружкой, из-за которой я всегда была не очень, еще что-то. Короче, которая нормально мне так жизнь подпортила. На самом деле, сыроедение я закончила просто потому, что мое РПП, ну, было воздвигнуто просто в абсолют. У меня была жесткая анемия, у меня не было железа, у меня вообще, я была белющая. В целом, ничего не изменилось в этом плане, потому что я всегда белая, но тогда я была еще белее. Как раз, когда я начала сыроедить, я уже пошла в университет. В университете я познакомилась с Ильей. К концу первого курса мы с ним начали встречаться. Где-то примерно здесь, мне кажется, появилась та недостающая частичка доброты, постоянных комплиментов, что я такая, я хорошая, красивая, я такая, любимая, знаете. И более того, это было не только от Ильи, но и, естественно, Смолин, Фитко, Владик. Примерно в таком а-ля информационном пузыре я прожила еще год. И вот на третьем курсе я начала больше времени уделять себе. Я начала заниматься спортом, я начала более правильно питаться, начала просто чаще делать себе комплименты. Это, кстати, тоже совет. Более того, я углубилась в какое-то саморазвитие в том плане, что я начала больше читать, я начала больше что-то изучать. Тот же самый дизайн. Начала больше творить, потому что мне это доставляет удовольствие. За счет того, что я очень много заботилась о себе, мне это дало очень большую уверенность в себе. И мне это дало больше времени, которое я, по сути, провожу наедине с собой, что-то делая. А когда ты что-то делаешь и сидишь один, ты очень много думаешь. И так постепенно я пришла к тому, что я в целом осознала, что я себе нравлюсь, потому что я начала смотреть на себя в зеркало. Я абсолютно адекватно воспринимаю то, что я вижу. Я сейчас больше начала питаться именно интуитивно, потому что раньше, например, я в принципе не могла прожить, если я не встану, не позавтракаю, не пойду куда-то, не пообедаю. Я всегда четко должна была обязательно спланировать себя в голове, мне нужно было обязательно всегда поесть. И сейчас я такая, стоп, а зачем я буду есть, если я не хочу есть? Желудок полон, например, я вот там просыпаюсь, я не хочу есть. Я лучше просто, ну там, тот же часик посижу, что-то подожду, пойму, что я проголодалась, и я поем. Обязательно слушайте себя, потому что без этого навыка вы не можете до конца жить с самим собой в какой-то гармонии. Разумеется, мне очень помог еще и ютуб-канал, потому что я очень часто стала получать достаточно приятные отзывы от вас, какие-то комментарии, те же сообщения в инстаграме. Поэтому, как мне кажется, вообще никогда нельзя откладывать с тем, чтобы разбираться с самим собой, разбираться с тем, как ты себя ощущаешь, кем ты себя ощущаешь. И никогда не нужно себя ломать. Я очень большую часть своей жизни себя ломала. К чему это меня привело? К куче комплексов. Па-пам! Однако, из всего вот этого, тяжелее всего, мне давался отказ от чужого мнения. Сейчас практически не реагирую на чужое мнение. Я могу побеситься. Илья знает, это все. Я прочитаю, я думаю, ну дурак, ты посмотри, дурак. Если мне кто-то что-то говорит, типа, а мне не нравятся там твои обои, я говорю, ну, это мои обои, не твои. Главное, чтобы тебе твои нравились. Мне это мои нравятся. И то же самое с вашим телом, с вашей внешностью, с вашим характером. Если он кому-то не нравится, прошу заметить, что этот кто-то, он не один вообще в мире существует. Есть куча людей, которым все, что у вас есть, и то, какой вы есть, все это, ему может понравиться. Поэтому, если кому-то не нравится, малыш, свидимся с тобой, надеюсь, никогда. Я постаралась не сильно углубляться в какие-то личностные моменты или еще что-то, а больше сфокусироваться именно на таких поинтах, которые стоит обдумать, понять и как-то применить свои жизни, как мне кажется, потому что, по крайней мере, мне они помогли. Но, опять-таки, все мы люди разные. И это нормально, если у вас что-то не идет так, как идет у другого человека. Потому что все у всех по-разному. Я вот, например, обожаю пасту с сыром, а Илье нравится карбонара. Безумно рада всему, что происходит сейчас в моей жизни, что даже происходило раньше. Потому что, если бы не было вот этого отвратительнейшего периода в моей жизни и отвратительнейших опытов общения с людьми в той же школе, да и не только в школе, я бы, может быть, не повстречалась бы, конечно, с такими проблемами. Но я их очень хорошо решила. И я пришла к вообще практически полной гармонии с собой, и это прекрасно. Я надеюсь, что все-таки хоть как-то, хоть чем-то это видео было полезно. Если у вас все хорошо, прекрасно, вы умнички, продолжайте в том же духе. Потому что вы все самые красивые, все самые умные, вы все самые прекрасные. Вы просто лучшие, вы звездочки. В любом случае, я очень буду рада вашему фидбэку и каким-нибудь, может быть, вашим историям о той же уверенности или наоборот просто каким-то мыслям, которые вас беспокоят. В общем, все что угодно. Если вы хотите высказаться или просто хотите какую-нибудь маленькую заметочку здесь оставить, то welcome в комментарии. Я люблю с вами общаться. Писывайте на мой инстаграм, я там появляюсь почаще. Подписывайтесь на мой канал, на нем я появляюсь раз в неделю. Ставьте лайк на это видео, делитесь им с друзьями и до следующего видео. В следующем видео будет дача. Я, кстати, сейчас на даче. Пока! За вас! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...